Привет, обитатели интернета и мобильных сетей! С вами droider.ru Сегодня мы посмотрим на новый продукт от Ошиба Это планшет на андроиде, который называется Folio Вот так эта штуковина выглядит Сзади достаточно приятный пластмассовый корпус Сбоку есть крышечка, открыв которую вы найдете мини-USB, обычный USB и разъем HDMI Также тут есть слот для карты памяти и отверстие для наушников стандартных 3,5 мм Сверху есть кнопочка питания, кнопки громкости А с другой стороны также еще есть и замочек Таким образом он выглядит Посмотрим на андроид, который здесь установлен Он умеет разворачиваться Экран широкий, соотношением 16 на 9 Что очень удобно для просмотра, конечно же, фильма и другого контента мультимедийного Взглянем на основные вещи Ну, например, карты Карты, в принципе, работают достаточно шустро и удобно Кстати говоря, в комплекте нет GPS и 3G Но версия планшета с этими чипами планируется на начало следующего года Но зато есть Wi-Fi И если у вас есть бесплатные сидения, все работает достаточно шустро и удобно Браузер Браузер есть, конечно же, стандартный Также вы можете установить любой другой, который найдете в интернете Открываются страницы для адаптивной под большие экраны То есть это не мобильные версии сайтов Это полноценные сайты И это очень удобно Экран позволяет их просматривать Кроме этого работает флеш Так что для браусинга устройство очень даже здорово подходит Галерея В устройстве поддерживается мультитач Можно выбрать любую картинку И с помощью двух пальцев ее зазумить Полистать галерею Галерея достаточно обычная Поддерживается вот эта замечательная фича с листанием, просмотром Очень приятная Видео тоже выглядит достаточно здорово Вот он предлагает запустить с остановленного момента Видео в качестве HD Отлично воспроизводится Хорошее разрешение Достаточно чувств и реагирует Едем дальше Дальше Маркет Маркета стандартного, к сожалению, здесь нет Стандартного андроидовского маркета Но есть маркет Toshiba В котором, помимо приложения, есть музыка, электронные книги Но программ достаточно мало Пока Это еще все-таки версия не запущенная Посмотрим, что здесь появится потом Но вы, конечно же, имеете полный доступ к файловой системе Если подключите устройство к компьютеру То сможете загрузить сюда любую АПК-шку И установить любую программу, которая здесь потянет И одна из сочных, очень приятных опций этого устройства То, что вы можете подключить его к вашему телевизору С помощью вот такой вот док-станции Как только подключаете Достаточно быстро телевизор реагирует Все, что появляется на экране вашего планшета Будет появляться и на экране телевизора Попробуем сейчас проиграть какое-нибудь видео И, может быть, убедиться, что это достаточно качественно и шустро Но в формате HD, видите, достаточно неплохо Старт продаж планируется на конец этого года На четвертый квартал Стоимость будет ориентировочная 16-20 тысяч рублей Поэтому решайте сами, выбирайте сами Спасибо, что посмотрели этот обзор